Продолжение следует... Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я, во-первых, уложусь меньше, чем за 15 минут. Во-вторых, он будет абсолютно нерекламный. Я хотел в двух словах ознакомить вас с одной из технологий, которая на сегодняшний момент находит все более широкое применение. Это технология цифровой ПЦР. Следующий слайд. Продолжение следует... Продолжение технологии секвенирования по Сенгеру. И обе эти эволюционных процессы сопровождаются тем, что увеличивается мультиплексность и, собственно говоря, увеличивается чувствительность как в случае цифровой ПЦР относительно ПЦР в реальном времени, так и в случае секвенирования. Следующий слайд. Принцип заключается в том, что если у вас в отличие от... скажем, чем отличается цифровая ПЦР от ПЦР в реальном времени или классической. Когда у вас все мишени находятся в одной пробирке и конкурируют у вас за среду и так далее. Те, которые находятся в миноре, то есть в малом количестве относительно мажорных фракций, вы их просто не можете... Возможно... Следующий слайд сразу включите. Возможно, вы их просто не увидите в процессе детекции. То есть у вас здесь вот наверху сравнение цифровой ПЦР, а внизу это сравнение обычной классической ПЦР в реальном времени. Цифровая ПЦР, в отличие от ПЦР в реальном времени классической, заключается в том, что вы разделяете весь ваш образец на множество фракций. Ну, компартментов. Неважно, какие они там у разных производителей платформ. Они совершенно разные. Но суть в том, что вы разделяете весь образец на множество компартментов, и ваша мишень, даже если она находится в единичных количествах, она в каком-нибудь компартменте окажется, будет независимо от других амплифицироваться. И дальше просто счетчик, опять же, независимо от того, какая у вас платформа и какой принцип детекции, независимо посчитает наличие данной мишени в каждом из компартментов. Таким образом, вы имеете просто точный количественный подсчет единичной копии, которая у вас где-то присутствовала в большом образце. И у вас даже мажорные фракции, присутствующие в этом образце, никак не повлияют на ее детекцию. Следующий слайд. Таким образом, данная технология относительно технологий вообще существующих реал-тайм, во-первых, то, что она обладает более высокой чувствительностью, во-вторых, она, что очень важно, меньше зависит от тех дополнительных компонентов, которые присутствуют в реакционной смеси, соответственно, при том, что она является более точной и является единственным количественным методом оценки, потому что когда в статьях пишут, что мы сделали QPCR, то есть количественную ПЦР и так далее, а при этом пишут, что это некий прибор реал-тайм использовался, это не количественный, это полуколичественный метод, потому что для того, чтобы определить количество данного и мишени, вам необходимо строить некую калибровочную кривую. В данном случае мы имеем точный количественный метод, потому что это просто счетчик, который считает наличие того или иного сигнала. Соответственно, данная технология обладает большим количеством неоспоримых преимуществ по сравнению с технологией QPCR в реальном времени. Следующий слайд. Соответственно, ее основные применения вообще в науке, в медицине, там, неважно, в сельском хозяйстве, в окружающей среде, и вот они здесь приведены. Это абсолютно точная количественная оценка, это, соответственно, оценка, точная количественная оценка, значит, copy-nambi-variation, то есть вариация числа генов. Соответственно, анализ экспрессии, анализ метилирования, это золотой стандарт, чуть об этом позже скажу. И, соответственно, анализ мозаицизма. Кроме того, используют ее в качестве одного из инструментов для валидации результатов полученных секренированных следующего поколения. Мое личное мнение заключается в том, что, при том, что эта технология является столь же проста, как технология обычной QPCR, то есть не требует никакой специальной подготовки, там, какой-то особой инфраструктуры, она по чувствительности, как я еще раз говорю, она не уступает по чувствительности технологии секренированных следующего поколения. Следующий слайд. А теперь применительно просто буквально несколько слайдов. Это не исчерпывающие, скажем так, как сказать, это не исчерпывающий перечень ее применения, это просто некоторые из примеров применения. Значит, здесь статья, значит, приведена 2018 года. Авторы данной статьи хотели, собственно говоря, показать следующее. Значит, они делают технологию метод патч-клампа. Значит, соответственно, они проводили технологию патч-кламп, соответственно, и отбирали во время этого перисоматическую РНК из перисоматической области. И хотели построить корреляционные зависимости между тем, как экспрессия тех или иных генов влияет на, собственно говоря, на проведение сигнала. Значит, здесь они провели исследование на четырех клетках, при этом сравнивали технологию ПЦР в реальном времени и технологию цифровой ПЦР. И показали, что технология ПЦР в реальном времени не может обеспечить достоверные результаты ввиду того, что очень малое количество нуклеиновых кислот присутствует в данном образце, получаемом из одной клетки во время патч-клампы. Тогда как технология цифровой ПЦР, соответственно, является, работает воспроизводимо, достоверно и на очень малых количествах образца. Как видите, это было сделано на четырех типах клеток, да, и, соответственно, они смотрели, как гены, которые определяют, собственно говоря, типовую принадлежность той или иной группе клеток, так, собственно говоря, гены, которые являются генами, на которые влияет оксидативный стресс. Следующий слайд. Следующая работа 2023 года, совсем свежая. Соответственно, они, авторы данной работы, хотели посмотреть, значит, посмотреть, каким образом возникают на модельных объектах вызывали, значит, сердечную недостаточность, на модельных объектах в данном случае были выбраны крысы, и смотрели, каким образом экспрессия тех или иных каскадов генов связана, ну, во-первых, это гены, прежде всего, связанные с же белками. Хотели найти те мишени, которые могут быть являться потенциальными мишенями для различных терапевтических агентов, для лечения сердечной недостаточности. Ну, здесь показана схема эксперимента, как раз-таки, они проводили, параллелили процесс проведения цифровой ПЦР для анализа вот этих каскадов генов, и, собственно говоря, они смотрели еще, делали RNA-сек, то есть они делали комплексное секвенирование РНК, значит, из клеток. Значит, они отобрали 8 генов, и из них, собственно говоря, один из них, который они потом дальше исследовали, и можно включить уже следующий слайд. Это, собственно говоря, был рецептор простагландина F2-альфа. Значит, он показал наибольшее изменение экспрессии при как раз-таки моделировании вот этого состояния. И дальше они проверили агент, который, значит, они вызывали гипертрофию кардиомиоцитов, значит, путем того, что воздействовали ангиотензином-2, и применяли агенты, которые противодействовали, значит, экспрессии этого рецептора. И, в принципе, они показали на морфологической картине улучшение ситуации. Вот. В данном случае цифровая ПЦР, как один из, вот, использовали в качестве один из тех, значит, инструментов, которые позволяют как раз-таки сделать скрининговые исследования для выявления как раз-таки каскада генов, которые приводят к тем, извините, тех или иных процессов, приводящих к изменению, значит, морфологии нервонов. Следующий слайд. Другая работа. Работа экотоксикологическая. Тоже использовали цифровую ПЦР для того, чтобы, ну, смотрели на, значит, соответственно, на зеброфиш, они смотрели изменение экспрессии генов при воздействии, соответственно, повышенных концентраций ионов железа. Вот. И смотрели экспрессию генов, которые в том числе влияют, гены, опять же, на которые влияет оксидативный стресс, ну, стрессовое действие. То есть тоже, по крайней мере, использовали данную технологию для того, чтобы на малых объемах, опять же, без внедрения, без извлечения ткани просто по жидкости, значит, организма, получали уровень изменения, контролируют изменение уровня экспрессии генов. Следующий слайд. Как я говорил, значит, один из важнейших применений технологии цифровой ПЦР – это анализ метеллирования. В принципе, она считается на сегодняшний момент золотым стандартом для анализа метеллирования. И вот здесь как раз-таки статья 2022 года, значит, когда, значит, тоже смотрели, значит, развитие, как раз-таки, вот сегодня уже говорили про аутические расстройства, вот здесь в данном случае тоже смотрели аутические расстройства и конкретно сопоставляли роль эпигенома при развитии этих расстройств, а именно изменение уровня метеллирования хроматина. И как раз-таки, значит, они изучали, посмотрели одно из мишеней, которое играет важную роль в этом процессе, вот, значит, это гистонолизинметилтрансфераза, значит, и они считают, что это основной фактор развития расстройств. И как раз-таки, используя метод цифровой ПЦР, они смотрели, во-первых, а, изменение уровня экспрессии, соответственно, данного фермента, а во-вторых, они, в принципе, оценивали уровень метеллирования. Следующий слайд. Значит, да, и вот, собственно говоря, они показали, что как раз-таки вот эти дефекты вот в данном ферменте могут приводить к развитию как раз-таки аутических расстройств за счет того, что они влияют на морфогенез нейронов и на нарушение, значит, значит, нарушение межнейрональных связей. Следующий слайд. И это будет предпоследний слайд. Значит, что еще хотел сказать. Помимо того, что, да, мы можем смотреть изменение уровня экспрессии, когда у нас особо мало нуклеиновых кислот и так далее, когда у нас такие объекты, и, как я сказал, уровень метеллирования, множество, значит, множество заболеваний, связанных с нарушением работы нервной системы, связанных с тем, что задействованы механизмы нарушения митохондриальные. Соответственно, в данном случае цифровая ПЦР тоже по статьям является одним из ключевых и золотых стандартов для исследования митохондриома. А вот эта работа, это с этим никак не связано, она вообще никак не связана абсолютно с какими-то нейрофизиологическими механизмами, но она меня заинтересовала вот чем. Значит, они, авторы, достаточно элегантно использовали цифровой ПЦР для того, чтобы точно количественно обнаруживать, точно количественно определять белковые молекулы, присутствующие в очень малом количестве в образце. И они сделали элегантный эксперимент. Значит, абсолютно, говорю, еще раз не связан с нейрофизиологией. Они взяли, соответственно, белок, который находится в малом количестве. Дальше. Допустим, у нас есть стандарт этого белка. Мы нарабатываем на этот стандарт антитела, и, собственно говоря, каждый из этих антител метим олигом. Причем в конце этих олигов они, соответственно, являются комплементарными друг другу. Дальше. Мы в образец, в котором находится наше очень малое количество белка, добавляем эти антитела. Соответственно, они с ним связываются. Олиги образуют, соответственно, двухспиральную структуру. Дальше. Что мы имеем? Дальше мы путем, значит, мы рестеркторазами вырезаем вот эту, собственно, двухцепочную структуру, извиняюсь. И дальше уже ее детектируем, даже несмотря на то, что она находится в крайне малом количестве, мы ее детектируем методом цифровой ПЦР. И количественно определяем количество вот этих двухцепочечных фрагментов, которые фактически нам говорят о количестве, наличии и количестве того белка, который у нас находится в очень малом, значит, в очень малом размере в данном образце. И следующий слайд, ну, это, еще раз говорю, еще раз никак не связано с нейрофизиологией. Это конкретно они смотрели, использовали для клинических применений и смотрели развитие септических состояний у пациентов. Но путем использования данной технологии они смогли, в принципе, даже прогнозировать исход лечения пациента, у которого, собственно говоря, развивалось септическое состояние. И они фактически могли уже дифференцировать этих пациентов на хороший, плохой исход и так далее. То есть там видим даже группу пациентов, которые не предполагали, что они скончаются, в общем, и так далее. То есть, все, у меня это был последний слайд, просто еще раз в двух словах. Имейте в виду, что существует такая технология, когда у вас малое количество нуклеиновой кислоты присутствует, оно очень редкое и так далее, вы можете путем этой технологии оценить количественно, точно, наличие этой нуклеиновой кислоты. Но тут нужно понимать, хоть я и сказал, что она является столь же чувствительной, как технология секвенированного следующего поколения, цифровая ПЦР, как и любая ПЦР, является лишь таргетным поиском. И это отличает ее от секвенирования, которое является ненаправленным поиском. И эти технологии друг друга никак не взаимоисключают, а всего лишь дополняют. Все. Спасибо огромное за внимание. Большое спасибо. Так, есть минутки на вопрос? Вопросов нет? А вот у меня тогда такой вопрос. То есть, а какие приборы используются для цифровой оценки? Слушайте, есть, во-первых, я сказал, что доклад будет совершенно не рекламный. То есть, несколько производителей, которые производят их до СВО, это были приборы компании Биорат, Кайджин, Термофишер. Сейчас они в Россию не поставляются. Сейчас целый спектр китайских производителей, которые их производят, они не уступают абсолютно западным приборам. Есть на рынке, вдвое дешевле стоят. Собственно говоря, реагентика абсолютно открытая, то есть, эта система открытая. И на них можно делать, ну, такие действительно элегантные эксперименты, что, в общем, в Питере они стоят и успешно применяются. И не в клинической практике, в том числе и в научно-исследовательских учреждениях также. Понятно. Спасибо. 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 Нет вопроса.